Вода теплая, где-то 60 градусов. Не кипяток, но тепло-горячее 200 миллилитров, сахар 100 грамм, мед 100 грамм, соль пол чайной ложки. Мед, сахар и соль очень хорошо и быстро растворяются в теплой воде. Растительное масло 100 грамм, мука 200 грамм, муку высыпайте всю сразу. Ванилин, сода пищевая чайная ложка и разрыхлитель еще добавлю, тоже чайную ложку и чайная ложка разрыхлителя. И остается все это только перемешать. Такое получается тесто, не сильно густое, такое больше жидковатое. И сразу его можно выпекать. Выпекаем на противне размером 28 на 30. Распределю тесто. Духовка разогрета до 180 градусов, отправляем выпекать минут на 10-15. Тут в зависимости от вашей духовки и от формы, в которой вы выпекаете. Потому что это тесто можно выпекать в форме размером 22-24 сантиметра диаметра. Медовый бисквит готов. Выпекался ровно 15 минут. Только что он из духовки. Даю ему полностью остыть. Для крема. Сахар 60 грамм. Можно положить 100 грамм, если любите более сладкий крем. Манная крупа 80 грамм. Я ее измельчила в кофемолке. Можно не измельчать, тогда просто подольше крем поварить, чтобы манка разварилась. Я использую кокосовое немолоко. Это растительное молоко. Во всех магазинах оно сейчас продается. 500 миллилитров. Ставлю на плиту и провариваю 3-5 минут. Постоянно помешивая, довела крем до кипения. Крем закипел, уменьшаю нагрев. И помешивая, провариваю 3 минутки. Крем поставила в миску с холодной водой, чтобы он быстрее остыл. Какой по консистенции получился. Как манная каша. И в еще горячий крем добавляю лимонный сок. Одно-две столовые ложки. Крем остыл до комнатной температуры. Теперь его взбиваю. Крем готов. Бисквит остыл. Смотрите, какой кожи получается. Весь крем разделила на 4 части. Таким. Продолжение следует... 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 Я попробовала торт нежнее нежного медовика. Очень быстро приготовить без яиц, без сливочного масла, без молочных продуктов. И медовик получается такой вкусный. Готовьте вместе со мной по моему рецепту. Наслаждайтесь процессом приготовления тортика. И, конечно же, его вкусом.